12 октября восьмиклассник школы номер 47 поступил в третью детскую больницу с черепно-мозговой травмой, разрывом верхней губы и переломом костей носа. Ребенок Мурзабеков Амантор поступил в 12 числа диагнозом сотрясения головного мозга, ушибления ранов верхней губы и травматическая экстракция нижних одного зуба. При поступлении оказана первичная медицинская помощь и госпитализировано отделение. В данный момент состояние удовлетворительное. В тот же день отец мальчика написал заявление с просьбой принять меры в отношении девятиклассников школы номер 47 по имени Айдар и Мурат, которые вымогали денежные средства и избили его сына. Подросток рассказал о том, что он шел в киоск, чтобы купить себе пирожок. По пути, приходя между двумя девятиклассниками, он нечаянно задел плечом старшеклассника по имени М. И между ними произошла словесная перепалка, в ходе которой старшеклассник избил потерпевшего. Факт вымогательства денег подросток в присутствии родственников не подтвердил. Как выяснилось, сам потерпевший не подтвердил факт вымогательства. По его словам, он получил травму из-за словесной перепалки со старшеклассниками. Интересно и то, что избитый подросток и его обидчик были не только хорошо знакомы, но и дружили. На этом общем селфи видно, что ребят связывали довольно близкие и приятельские отношения. Об этом говорят и их общие знакомые. Они же дружат и там просто они неправильно что-то сделали. Амантур первым ударил, а второй Мурат силы походу не рассчитал и просто ударил его тоже в ответ. Он, наверное, не рассчитал силы там. То, что избитый восьмиклассник первым ударил своего оппонента, подтвердила и сестра нападавшего старшеклассника Мурата Керимова. Амантур, он первый, получается, ударил моего братишку. Соответственно, мой братишка разозлился и дал ответный удар. Так как он занимается спортом с третьего класса, соответственно, он не рассчитал свои силы и ударил в лицо, получается, по губу. Губа была разорвана и немножко была сломана, получается, нижний зуб, половинка. Мой братишка сразу же испугался и оказал первую медицинскую помощь. Там рядом находится поликлиника. В поликлинике ему оказали первую медицинскую помощь. Мой братишка купил ему дополнительные медикаменты и его отвезли в больницу. К сожалению, в школах Кыргызстана насилие и вымогательство среди несовершеннолетних имеет место быть. Эксперты отмечают, что особенно это распространено в тех районах, где администрация школ плохо исполняет свои обязанности и допускает такие вещи. По результатам мониторинга, проведенного среди 40 тысяч школьников, выяснилось, что к рэкету и насилию среди подростков как раз таки склонны дети из обеспеченных и влиятельных семей, уверенные в том, что их родители смогут выгородить. Там, где нет мониторинга, там, где нет контроля, там, где нет привлечения к ответственности, там и будет у нас происходить вот такой, скажем, да, такой хаос правовой. По-другому никак не скажешь. Искоренить насилие и вымогательство в школах возможно и нужно, но для этого необходимо, чтобы родители и учителя имели доверительные отношения с подростками. Администрация учебных заведений строго следила за дисциплиной. Например, в Сербии, как показали исследования, нулевой процент насилия и вымогательства среди школьников. Мирим Кадырова, Кудрат Ашмузаев, Пятый канал.